Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня будем вместе с вами комментировать и читать и разбирать главу четвертую книги «Второзаконие». И помощником нашим в этом деле будет портал экзегет.ру. Итак, мы толкуем с вами книгу «Второзаконие» по-еврецки «деварим», то есть слова. В этих словах Моисей как будто бы еще раз, второй раз по этому «Второзаконие» рассказывает о том, что есть самое главное, самое важное, центральное, основное в том, что евреи получили условно на горе Синай от Бога через Моисея как закон Божий, как закон Моисеев. И вот это такой пересказ или ревизия, или еще одна форма подачи представлена очень яркими выражениями, яркими образами, очень доходчиво в книге «Второзаконие». И очень часто рассуждают о том, что вот что такое закон Моисеев? Это такое нечто консервативное, такое вот старое, какое-то архаичное, чем жили люди давным-давно в эпоху Давида, в эпоху первых царей израилевых, и о чем возвещали пророки и так далее. Но есть другая точка зрения, которая как-то компенсирует, поправляет первый подход. Эта точка зрения указывает на то, что формирование книги «Второзаконие», формирование окончательное, это есть дело околопленного, или лучше сказать, послепленного периода, когда люди возвращались из плена в Израиль, в Ханаан. Такая была элита, такие были романтики, такие были энтузиасты, потому что можно было остаться там, и там было неплохо, как показывают нам материалы раскопок, таблички разные, там евреи хорошо вписались в эстеблишмент, и у них была свобода жить по своим уставам, своим нормам в далекой земле, земле при речках Тигр и Ефрат. Но вот некоторые возвращаются обратно, и у них есть план, у них есть представление об идеальном Израиле, то, которого нет, которого и не было никогда, но вот это представление есть у них в сознании, в их мыслях, для представления оно сформировано, описано в книге «Второзаконие», и они возвращаются на свою землю, в свой Ханаан, чтобы на основании этого текста создать идеальное, безупречное, справедливое, честное, свободное от порока общество. И книга «Второзаконие» была подспорьем, была учебником для этих романтиков. В этом отношении книга «Второзаконие» – это книга, обращенная в будущее, книга, похожая на какие-то представления философов об идеальном государстве, идеальном обществе. В этой книге есть многое, связанное с творчеством, с фантазией, с каким-то социальным креативом. И вот эти положения идеального Израиля, идеального еврейского общества мы находим в главе четвертой книги «Второзаконие». Итак, читаем слова Моисея. Очень популярная для Библии мотивация. Зачем нужен закон? Зачем нужны эти предписания, эти все уставы, эти все заповеди? Зачем так много у Моисея? Или зачем так много у Господь? И вот ответ дан в стихе первом. Чтобы вы жили, чтобы вам быть живыми. Вот чтобы вам жить и жить по-настоящему хорошо, и добро, чтобы было вам на этой земле, вам и нужны все эти правила, предписания, уставы и заповеди. Ничего не добавляйте к моим словам, ничего не убавляйте. Исполняйте повеление Господа Бога вашего, которую я вам возвещаю. Очень ценное замечание против увлечения, расширения списка этих вот предписаний, которым страдает позднейшая иудейская традиция. Потому что в Талмуде мы находим практику так называемого расширения границ. То есть, чтобы не было нарушено никакая из заповедей Моисеевых, нам нужно добавить еще две-три, которые делают еще ими невероятным нарушение Божьей заповеди. Но вот, как мы видим в стихе 2 главы 4 книги Второзакония, мы находим критику этой традиции. Не нужно увеличивать количество заповедей, их и так у вас немало. Но при всем при этом и против уменьшения количества выступает наш автор этого монолога, пророк Моисей. «Вы видели сами, что сделала Господь в Баал-Пеоре, Господь ваш Бог истребил тех из вас, кто пошел за Пеорским Баалом». Но вот указано на событие, мы находим описание этого события в книге чисел 25 глава и Псалом 105 тоже об этом рассказывают. И вот там вот есть описание того, что было при Баал-Пеоре в пустыне с Израилем. Ну, точнее, уже не в пустыне, а в преддвериях, вот на подступах к Ханану. Это был Моав, это были жители Моава, а точнее были Моавитянки, женщины этого местного народа. И вот описывается постоянно преследующая иудеев история. Иудеи – меньшинство, их всегда мало. Окружающих людей – римлян, греков, арабов, славян, поляков, муавитян – всегда их много, их всегда больше. И возникает соблазн, ну, искушение, либо нечто естественное – вступить в брак, взять себе в жену одну из местных женщин. И это было частью опыта Израиля и в земле Ханаана, и в библейские времена. И вот Моисей говорит вот и нам, и евреям, и современникам своим, и жившим в более позднее время, очень важное правило. Вам поступать так не надо. Не вступайте в союз брачный с местными муавитянками, потому что они – язычницы, и они научат вас плохому, вас и ваших детей. Берегите свою идентичность, свою кровь, свое чувство того, чтобы народ, народ особенный, народ Божий, народ уникальный. Вам нельзя вступать в браки с местным населением, потому что за этим всегда стоит отпадение от веры, гибель, болезни и прочие неприятности. И вот одним стихом автор этого текста напоминает всем о том, что было и так им известно событие, случай в муавитском Баал-Пиоре. А вы, оставшиеся верными Господу, вашему Богу, вы все живы и по сей день. Пересказываем. А вы есть потомки тех, кто не вступил в брак с местным населением из язычников, и вот вы-то и сохранились. А те, кто вступил в брак, они пропали, они были ассимилированы, их уже нет. Вот я учу вас предписанием и законом, как велел мне Господь, мой Бог. Вы должны исполнять их в той стране, в которую придете и которой овладеете. Залог вашего выживания не смешиваться. Даже в земле Ханаанск, где однажды вас будет, да, вас однажды там будет большинство, но даже там смешиваться нехорошо. Строго соблюдайте и исполняйте их, эти вот предписания и законы, и тогда все народы увидят вашу мудрость и разум, услышав обо всех этих предписаниях, они скажут, как мудр и разумен этот великий народ. И вот указано еще одно основание, почему нужно быть верным Божьим предписанием. Смысл такой, смысл миссионерский. То есть, ваше общество, основанное на соблюдении всех этих предписаний, будет обществом людей, живущих честно и прекрасно, счастливо. И люди будут думать, как так у них мудро и разумно и честно устроена жизнь. Откуда же это? И для них у вас будет ответ, готовый ответ. Бог своими законами обеспечил им эту жизнь. Есть ли еще такой великий народ, чьи боги были бы так близки к нему, как близок нам Господь, наш Бог, когда мы призываем его? Вот указано самое выдающееся до сегодняшнего дня, выдающееся свойство этого народа. Народа Израиля Ветхого, евреев, народа Израиля Нового, то есть, церкви. Новый Израиль, как вы знаете, дорогие друзья, это церковь Христова. И вот в чем же наша, дорогие друзья, специфика, в чем наше выдающееся качество? Возможно, мы великие полководцы, нация каких-то великих завоевателей, мы великие какие-то, может быть, конструкторы, ученые и так далее. Ну да, у нас есть великие ученые среди нас, есть великие полководцы, но наша специфика, наше выдающееся свойство не в этом. Бог к нам близок, и Бог делает так, что мы оказываемся близкими к Нему. И вот в этом наша уникальная особенность. Если еще такой народ великий, народ, чьи правила и законы были бы так справедливы, как этот закон, который я даю вам ныне. Как будто какой-то поет песню или гимна закона Моисей, описывая все выдающиеся положительные стороны этого Божьего дарования, а это дар, закон это дар Бога. И вот, что еще указано здесь, закон справедлив, справедливое общество, общество равных, и торжествует закон, и правда, есть следствие того, что жители этого закона и богатые, и бедные, и старые, и молодые, стараются исполнять положение Божьего закона. Смотри же, берегись, не забывай того, что ты видел своими глазами, пусть увиденное пребудет в твоей памяти, пока ты жив, рассказывай и детям, и внукам. Очень важно, дорогие друзья, свойство всего ветхозаветного вот этого вот предания, Библии, в этой традиции закон и рассказ о Боге, научение о Боге оказывается ответственностью ни священника, ни пророка, ни главы синагоги, это есть долг того, у кого есть дети и внуки. Каждый мужчина народа Божьего Израиля, ветхого и нового, обязан сделать рассказ о Боге, помогающем своему народу, о Боге, спасающем, о Боге, выходящем попавшему беду, еврею или христианину на помощь, вот этот рассказ должен оказаться элементом семейного предания, семейных рассказов, разговоров за семейным столом, потому что именно в этом контексте рождается, созревает мотивированный, наученный, готовый к подвигам израильтянин или христианин. Итак, повторю еще раз, обязанность научить, рассказать, показать что-то связанное с деяниями Бога Израилева, это есть обязанность отца или деда, то есть отца отца. «В тот день вы стояли пред Господом вашим Богом у Харива, ибо Господь велел мне, собери ко мне мой народ, и я возвещу им мои повеления, пусть они научатся всю свою жизнь на земле бояться и чтить меня и детей своих пусть научат этому же». Начинается рассказ о том, как Моисей оказывается свидетелем явление Бога на горе Хорив или на горе Синай. Хорива или Синай это одно и то же обозначение одной и той же горы. И вот в этом первом обращении Бога к своему народу подчеркивается очень важная вещь в благочестии библейском и ветхо- и новозаветном. Тема страха, да, вот страх Божий написано здесь. «Пусть научатся они всю свою жизнь на земле бояться и чтить меня и этому страху и почтению ко мне. Вы, евреи, детей своих надо вам научить их». Вот это очень, дорогие друзья, такая непростая тема. Очень часто вызывает тема страха Божия непонимание, неприятие. Люди боятся, боятся. Люди боятся, боятся Бога. Вот им это чувство бывает претит. Как это бояться? Я ведь свободный человек, я ведь Божия чада, Божий Сын, Спасенный, Искупленный и так далее. Вот как так? Или еще, например, вот выскакивает в памяти поговорка «Мы не рабы, рабы не мы». И вот снова и снова приходится на катетизацию, на оглашение рассказывать о том, что есть страх Божий. Да, вот почему мы должны все еще Бога бояться. Но, дорогие друзья, видите, есть, видимо, есть разные страхи. Да, есть страх и страх. И страх один из двух вариантов неуместен в нашем отношении к Богу. А именно какой страх? Страх постоянно оказаться объектом Божьего суда, такого пристального, карающего внимания. Бог-садист вызывает страх как оцепенение, как какое-то вот постоянно охватывающее нас уныние, как нежелание и неумение делать дела в своей жизни и жить ровной, счастливой, гармоничной жизнью. Этого страха быть у нас не должно, потому что Бог – это не Бог-садист. Бог – это Бог-отец, Бог-спаситель и Бог, дарующий нам искупление и спасение. И в этом отношении Он нуждается в правильном страхе, в нормальном библейском страхе, страхе какого рода боязни своими грехами оказаться наедине со своими проблемами. Это страх. Страх того, что твои грехи однажды сделают тебя и твоих близких, твою семью объектом возмездия со стороны Бога. Но под этим возмездием надо понимать то, что просто силы зла, лишенные Божьего покрова, вторгаются в твою жизнь и разрушают твою личную, семейную, социальную, бытовую, экономическую жизнь. И вот эти дела зла, которые никакого не имеют противодействия в нашей жизни, мы же Бога проконали из нашей жизни, это все называется в Библии последствием того, что ты Богу противостоишь, от Бога отошел, Богу объявил войну. Вот это называется последствием того, что ты лишаешься в своей жизни Божьего страха. Но еще есть очень хороший пример отношения сына и отца, и нормальному сыну должно быть неудобно, даже страшновато, как-то вот боязно прогневить отца своими какими-то дурными чертами характера, дурными поступками или словами. Вот это вот хороший, этот страх в хорошем понимании уместен в жизни человека, даже живущего в новозаветное христианское время. Итак, Бог это есть не просто Бог наш, Бог, ставший нам близким, это есть все еще Бог грозный и справедливый, Бог карающий грешника и карающий грех, Бог объявляющий войну, неправде, справедливости и беззаконию. Бог это могучий, славный, страшный Бог, и поэтому его все еще должно и нужно бояться. И вот вы подошли, встали под горой, а гора пылала огнем, доходившим до самого неба, был мрак, облако, густая тьма. Господь говорил с вами из огня, и вы слушали слова, но никакого образа не видели, лишь голос звучал. Это очень важное замечание, не видели образа. Бог вам не являлся как Бог. Вы не знаете, как он выглядит, какое у него лицо, какие у него глаза, нос, уши. Бог так вам себя не показал. Но Бог себя явил, Бог себя открыл в виде иных разных форм своего богоявления. а именно здесь это было выше указано. Это было и мрак, и облако, и густая тьма, и огонь, но это еще был и голос. Бог являет себя как голос, как голос записанный, как текст, как писание, как Библия, как явление природы, как ветер, как ураган. И в этом отношении Бог неизобразим. И поэтому невозможно сделать идола или статую Бога. Все это ниже будет объясняться, будет все это ниже описываться, рассказываться. Но здесь уже есть очень важное замечание. Замечание о том, что Бога невозможно и не нужно и греховно изображать в виде изображения или какой-то статуи. Господь возвестил вам условия договора с Ним, которые вы должны выполнять. Десять заповедей он написал их на двух каменных плитах. Вот видим еще одно Божье явление, как можно Бога узнать, описать. Бог являет себя в виде нравственного учения, выраженного в заповедях, предписаниях, каких-то очень важных моральных, этических постановлениях. Бог являет себя таким образом. Мы видим здесь указание на скрижали, каменные плиты. Почему их две? Обычно понимают так. Там пять заповедей и пять заповедей, это вот десять. Или, допустим, четыре заповеди о Боге это одна скрижаль, шесть об отношениях к человекам, другая скрижаль. А на самом деле, возможно, по-другому. И там было бы по десять, потому что договор каждый имеет обычно две формы закрепления. Одна нам, другая Богу. Это есть такое остроумное предположение о том, почему скрижали две штуки. В ту пору Господь велел мне научить предписанием и законом вас, чтобы вы соблюдали их в стране, в которой вы идете и которой овладеете. Когда Господь говорил с вами из огня на Хариве, вы не видели никакого образа, а осерегаясь же сотворить зло, сделать себе извояние какое-либо изображение в виде мужчины или женщины, в виде животного, обитающего на земле, или птицы, летающие в небесах, в виде живности земной или рыбы, плавающей в воде ниже земли. Ну, конечно же, это какое-то есть, я не знаю, изложение, пересказ второй заповеди из Деколога. Вот об этом рассказывает вторая заповедь Десотословия Моисеева, Божьего Деколога о том, что невозможно изображать Бога. Бог неизобразим. Не в виде какого-то животного, какой-то птицы, рыбы, человека, ангела. Мы не можем Бога изображать. И это было очень смелое учение в мире, где изображения богов, божества были нормы. Действительно, мы находим в раскопках изобилие разных статуэток, статуи, скульптур, каких-нибудь рисунков, рассказывающих нам, как выглядит Бог Ра, Бог Астарта, Бог Ваал, Бог Мордук и прочие божества окружающих иудеев народов. Но вот здесь мы видим необычное революционное учение «Бог неизобразимо. Глядя на небо, видя солнце, луну и звезды, все небесные воинства, не поддавайся соблазну, не поклоняйся им, не служи им, Господь вас Бог предназначил их для всех прочих народов под небесами». Ну вот видите, тут еще развитие того же самого учения о поклонении Богу в виде какого-то изображения и так далее. Но находим мы здесь более тонкое, более сложное кумиропочитание, где есть предметом почитания выступает не какое-то изображение, какая-то статуя или камень либо дерево, а нечто нерукотворное. Либо это солнце, либо луна, либо звезда. И как будто бы тут мы находим более тонкое такое изощренное почитание высших сил. Бог на небесах, на небесах есть звезды, есть светило. Не мы создали все это, и мы можем, наверное, почитать это все небесное воинство так, чтобы наше почтение, в конце концов, как будто бы как какой-то воронке скапливалось, как почтение самому начальнику, владыке всех небес, самому Богу. Но нет, и тут тоже нельзя, тоже это есть косвенное такое скрытое язычество, кумиропочитание. Вам нельзя у евреи почитать ни звезды, ни луну, ни солнце, потому что все это есть удел против народов. Для них это максимум, их благочестие, для вас это стартовая точка, от которой вам нужно двигаться дальше. А вас Господь забрал, вывел из плавильной этой печи из Египта, чтобы вы стали его народом, что и свершилось. Это есть рассказ о том, как Господь привел евреев к Синаю, к Хариву, вот то, что было до этого рассказывается здесь, плен в Египте, рабство у фараона, используется образ популярный и в современной политологии плавильная печь. Вот часто называется США, это есть плавильная печь, куда попадают все выходцы изо всех континентов, поляки, русские, арабы, евреи, немцы, и потом после какого-то двух поколений получается единый такой однородный американский народ. Но Бог выступает здесь против плавильных печей. Вам, евреям, нельзя ассимилировать. Скажу иначе, вам, христианам, нельзя ассимилировать. Вы не можете оказаться однажды элементом глобальной плавильной печи под названием современное мироустройство, миропорядок, капитализм и прочие вещи. Вы не можете раствориться, вы должны быть народом, народом отдельным, святым народом Божьим. И Бог, чтобы вы такими остались, однажды совершает событие исхода. Господь разгневался на меня из-за вас и поклялся, что я не перейду Иордан и не войду в ту прекрасную страну, которую Господь, ваш Бог, отдает вам во владении. И опять Моисей сетует на свою участь, жалуется, указывая то, что из-за вас, из-за вашего страха и малодушия, которому я однажды поддался, я являюсь участником или объектом сказанного однажды Божьего вердикта. Испугавшиеся не войдут, испугавшиеся не пресекут Иорданские воды. Я умру здесь, так и не перейдя Иордан, а вы его перейдите и овладейте той прекрасной страной. Но смотрите, не забывайте договор, который заключил с вами Господь, ваш Бог. Не делайте себе изваяний, не делайте никаких изображений, это Господь вам запретил, Господь ваш Бог. Ибо Господь твой Бог это огонь исправляющий, он Бог ревнивый, как какой-то любящий отец, эмоциональный муж, любящий муж, Бог не желает нас ни с кем делить. И Бог не хочет, чтобы мы почитали камни растения, деревья, статуи, рукотворные образы, как будто мы почитаем Бога. Бог против этой замены, он говорит, как будто бы нам такие вещи. Почитайте меня напрямую, как Бога, а не как того, что изображено, сделано из красок, из досок, из камней и так далее. Вот. Хотя мы знаем, что Бог это есть Бог Спаситель, Бог Искупитель, мы люди новозаветного опыта, новозаветной жизни, и для нас тоже Бог еще оказывается остается Богом ревнительным, не желающим нас ни с кем и ни с чем делить. А дальше описывается то, что будет с Израильем в дальнейшем. Описание будущих бедствий рассказывается здесь в этом Моисеевом слове. Когда у вас родятся дети и внуки, когда вы уже долго приживете в той земле, то сделаете зло, станете делать извояния, различные изображения, творя дела, ненавистные Господу, вашему Богу, вы прогневаете его. Вот описывается то, что однажды будет частью опыта израильского, а именно создание и почитание Бога под видом разных статуй и так далее. Иначе говоря, почитаем статую, возливаем елей на масло, думая, что это мы почитаем, тем самым Бога Израилева. Бог против этих культовых практик. «Я беру ныне в свидетели небо и землю, что после этого вы быстро исчезнете из этой страны, которую вы сейчас владеете, перейдя Иордан. Тогда вам уже недолго останется жить там, вы будете истреблены. Господь рассеет вас среди народов, лишь немногие из вас усилеют и будут жить среди народов, которым вас отправит Господь. Там вы будете служить богам, которые созданы руками человека, деревяшкам и камням, богам, которые не видят, не слышат, не едят и не чувствуют запахов. Там вы станете искать Господа вашего Бога и найдете, если к Нему устремитесь всем сердцем и всею душою вашей. Когда будет вам тяжко, когда в далеком будущем вас постигнет все это, тогда вы вернетесь Господу вашему Богу и станете его слушаться. Ну, конечно же, мы читаем здесь то, что рассказывают о себе жители Вавилонии, оказавшиеся в плении, который видел перед собой поклонение многих из евреев тем самым богам, которые сделаны из дерева, из камней, которые не чувствуют, не видят, не слушают и не ощущают запахов. И вот это свершилось. И вот этот еврей, живущий в Вавилонии, в изгнании на реке Ефрат, рассуждает о том, почему же с нами это случилось. И вот в сознании его есть готовый ответ, потому что вы, точнее, наши предки, наши прадцы, оказавшись в Израиле, забыли о божьих заповедях и почитали Бога в виде статуи, в виде разных камней, ручьев, деревьев и так далее. А так поступать нельзя. Ведь Господь Бог ваш, Бог милосердный, и описывается то, что Он ваш плач услышит и вас обратно вернет в свою страну. Он не оставит вас и не погубит, Он не забудет договор, что заключил с отцами вашими, дав им клятву. Господь имеет очень хорошие качества в своем характере, скажем так. Он милосердный, сострадательный, для которого снисхождение гораздо ближе, чем вечное памятозлобие, кара и возмездие. И вот Господь, услышав о том, что мера страданий исполнена, Он вернет свое чадо, свой народ обратно на землю, однажды обещанную еще Аврааму. Расспроси о прежних временах, о том, что было до тебя, начиная с того дня, когда Бог сотворил на земле человека, было ли когда-нибудь, а одного края не было другого, нечто столь же великое? Слышал ли кто о чем-то подобном? Случалось ли, чтобы какой-нибудь народ, подобно нам, слышал голос Бога, говорящего из огня, и остался жив? Пробовал ли какой-либо Бог прийти и взять себе народ, живущий среди другого народа, посылая тяжкие испытания и знамения, и чудеса, и войну, совершая рукою своей могучей десницей простертой великие страшные деяния. Все это сделал ради нас Господь, наш Бог в Египте у вас на глазах. Рассказывается о том, что само появление из этого плавильного котла, плавильной печи из Египта, народа Израиль была чем-то непонятным, необъяснимым, чудесным, без помощи Бога, такого точно не могло бы случиться. Сам Бог взял горстку людей из Египта, провел их пустыней, вел их Ханаан, и в дальнейшем эта горстка людей оказалась тем народом, который обитает во всей этой земле. Это точно было, не без участия Бога, об этом рассказывает нам этот стих. Вам дано было все это увидеть, чтобы вы поняли, что Господь это Бог, нет Бога кроме Него. Он возвал к вам с неба, наставляя вас, Он показал вам свой великий огонь на земле, и вы слышали, как Он говорил с вами из огня. Господь возлюбил отцов ваших, и потому избрал вас, их потомков, Он Сам вывел вас из Египта силою Своей великой, чтобы отдать вам землю народов более многочисленных и сильных, чтобы вы привести вас на их землю и отдать ее вам во владение, что и свершилось. Описывается основание этого выбора, то, что однажды Бог был другом, и спутником, и патроном живших давным-давно прадцев этого народа. Но однажды данное обещание Аврааму, Исааку и Иакову в дальнейшем совершилось, реализовалось тем, что Бог спас изобильное потомство этих прадцев и дал им обещанную землю. Вот так, такой характер нашего Бога. Бог верен данным им обещаниям. Познайте же ныне и запомните, что Господь это Бог на небе вверху и на земле внизу и другого нет. Ну, ясно, почему слова написаны были эти, потому что древний человек понимал, что у каждого уровня бытия есть свой Бог, или по-другому, есть свои боги. Есть свои боги, живущие под землей, есть боги, контролирующие поверхность земли, есть боги, живущие на небесах, и каждому из них нужно нам в чем-то угодить, нужно как-то их задобрить. Так вот, стих 39 показывает и рассказывает нам, что другого Бога нет. Бог есть Бог над всеми частями Божьего мироздания. Исполняя его предписание и повеление, которое я возвещаю вам ныне и хорошо, будет вам и потомкам вашим и долго будете выжить в той стране, которую Господь, ваш Бог, отдает вам навсегда. Зачем, опять, зачем все это? Зачем это обилие постановлений, правил и уставов? И тут в стихе 40 дано это, дана эта мотивация, дана цель всего этого многообразия законов, чтобы вам и потомкам вашим долго жить в этой стране, ради долгого жития, ради долгожития, ради счастливого обустройства на этой земле. И выражение, чтобы хорошо было вам и вашим потомкам на этой земле, повторяется в этой книге, книге второзакония, аж восемь раз. Если будете соблюдать, будете жить долго, и вас будет много, будете нарушать, или забудете, вас ждет болезнь, скорбь, завоевание и смерть. Это похоже на какие-то правила из нашей жизни. Мы заставляем наших детей делать что-то крайне важное для их здоровья, например, умываться, чистить зубы, посещать стоматолога и прочие вещи, которые вызывают не очень приятную реакцию. Но альтернатива очень простая. Не хочешь делать, не делай, но потом будет нечто нехорошее, печальное, грустное и болезненное. То же самое здесь. Хочешь иметь жизнь долгую и счастливую и справедливую, соблюдай Божьи заповеди. В то время Моисей выделил три города на восток от Иордана, чтобы всякий, кто неумышленно убьет ближнего, с которым прежде не враждовал, мог бежать в один из этих городов и тем спасти свою жизнь. Вот эти города, Бецар в пустыне на Плоскогорье, в наделе Рувима, Рамот в Галаде, в наделе Гада, Галан в Башане, в наделе Моносии. В этой ставке редакторской указано на очень грамотное нововведение Моисе сделать города, убежище для тех, кто убил нечаянно. Ну, так получилось. Нечастный случай на стройке при каком-то, не знаю, каком-то маленьком конфликте, в ходе какой-то шутки. Ну, такое бывает, мы знаем. Так вот, чтобы не было реализовано на нем, на этом человеке убывшем, правило око за око, зуб за зуб, ему нужно было скрыться, убежать. И были указаны районы, где нельзя искать виновника вот в смерти ближнего. Если не было вражды и убил нечаянно, то будешь жить, но жить вот в указанных городах восточных за иорданских провинций. Вот закон, который Моисей дал сынам Израилевым. Вот наказы, предписания и закона, которые Моисей возвестил сынам Израилевым после ухода из Египта за Иорданом в долине близ Бет-Пеора на земле Сихона амористского царя, правившего в Хэшбоне. Моисей и сына Израилева, уйдя из Египта, победили Сихона и захватили его страну. Вместе со страной Ога царя Башанского земли этих двух амористских царей простирались восточнее Иордана от Ороэра, что над Арнонской долиной, до горы Сирион, она же Хермон, и включили всю восточную иорданскую Орову, вплоть до Аравского моря и до склонов горы Фазга. Описывается опять в очередной раз, где это все озвучивается. И мы еще раз читаем и запоминаем, что все это было в восточных землях, за Иорданом, прежде чем Израиль вошел в Ханаан, пока Моисей был жив, в землях побежденных царей Ога и Сихона, в этих районах Моисей считает нужным повторить входящему, уже без него, а под руководством Иисуса сына Новинова, повторить Израилю те важные положения Божьего закона, которые однажды Бог дал на горе Хариф, на горе Синай. Цель этих законов постановлений очень простая, чтобы ваша жизнь в земле обетованной, обещанной, была бы жизнью счастливой, справедливой, безмятежной, как того и хочет Бог. Дорогие друзья, голова четвертой книги второзакония освоена, мы ее прочитали, прокомментировали. С вами священник Алексей Волчков из Петербурга, портал экзеге.ру. Спасибо за внимание.